друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзорный канал лиса в америке мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что давайте с вами обсудим стрим вчерашний последний который так скажем ну был самый последний из стримов лисы позавчера улице было два стрима которые она вышла где она кричала истерила ругалась ну а вчерашний стрим друзья мои был такой знаете спокойный умиротворенный лиса сидела прямо душка самая настоящая вот знаете не знаю ее глядя опять же на нее на ее изображение на ю тубе можно было бы сказать боже какая милая девушка да какая приятная молодая женщина которая ну вот приятная просто до рассказывает о чем-то так спокойно степенно и так далее но вот это вот но могу сказать сразу я могла бы все эти эпитеты ей как говорится подарить да рассказать о том что какая она молодец как она хорошо держалась и так далее но я прекрасно понимаю что пройдет буквально два-три дня возможно уже следующий стрим а может быть через стрим через еще один стрим лиса себя непременно покажет и начнется опять я вам как расскажу я вам как сейчас все расскажу я как все расскажу просто это что-то чем-то ну да хочется сказать да либо ты уже рассказывай что-то что ты знаешь либо ты уже просто замолчи уже вообще ничего не говори потому что вот эти вот попытки до рассказала а но не буду говорить никому б это честно уже из серии знаете ну смешно смешно и просто смешно еще смешнее в общем ей на этом стриме вчера но она вышла как ни в чем не бывало как будто не было предыдущего дня до предыдущего вечера где она была просто разъяренная фурия где она сносила все подряд где накричала если вы только мне там попробуйте что-то про фанифо написать я вас тут же закину в блок ну кстати что хочу сказать на этом стриме на вчерашнем она про фанифо ни слова не сказала но правда в сегодняшнем ролике который я уже обозревала где она рассказывала про дурдаш друзья мои про доставку еды в америке да правильно написал моя зрительница галина том что 12 лет лиса живет в америке она решила попробовать себя в дурдаш ну да согласна очень такое интересное занятие которое в принципе предусмотрено для иммигрантов которые только-только въехали в страну которые еще не знают английского языка много чего не знают да у них еще нет возможности работать даже в такси потому что насколько я помню в такси можно работать когда у тебя уже год водительским правам которые ты уже сдал да переоформил на категорию b как раз таки в америке в общем лиса лиса вчера не не разговаривала нет ни слова не было сказано с ее так скажем языка в отношении фанифо но сегодня она их припомнила как раз таки в своем ролике вот ей начали писать какая-то умница какая-то красавица а денис то крит какой молодец как замечательно поет кстати я вот в своем обзоре когда мне мои зрители написали большое спасибо за эту информацию о том что у дениса есть свой канал что он там едет значит на траки и поет ну да действительно голос у него неплохой очень даже неплохой хороший голос ничего не скажу но опять же это никак не имеет никакого отношения к лисе то есть очень многие песни из его репертуара такие прямо христианские и так далее то есть как-то знаете я согласна со своими зрителями не вяжется вот этот вот образ такого христианского паренька который вы знаете распевает христианские песни о боге в том числе песни да он пел там песни с отцом очень прям так затронула за душу да было видно как его мама сидела рядом это еще было до видимо знакомства и до свадьбы с лисой и мама сидела переживала слушала как значит ее муж и денис поют вместе эти песни и так было как-то это трогательно и вот не вяжется игре этот образ да вот этого паренька из такой достаточно возможно правильной какой-то семьи да обычно мне кажется обычно никакой там правильной семьи нет конечно даже близко обычная семья ну просто у них там принято что вот вот они там типа вот они такие верующие да хотя опять же верующие в моем понимании это абсолютно другие люди так вот и лиса со своими истериками вот как-то все равно он должен был по идее выбрать себе абсолютно другую девушку но другую да которая была бы не похожа на лису которая была бы спокойная такая знаете когда ты говоришь о том что я там веру в бога я такая вся набожная да то есть это говорит о том что ты вся такая спокойная умиротворенная ты покладистая да ты такая вот прямо вот прям вся из себя правильная я бы сказала ну в кавычках да но здесь даже близко этим ничем не пахнет понятно ну и короче там стали писать лисе по поводу того что вот денис ездит в машине поет вот эти вот песни говорит вы говорит передайте ему пусть он будет внимателен за рулем ведь это все-таки достаточно опасно да ехать за рулем трака и петь песни ну тут же лиса конечно вставила свои пять копеек стала доказывать что нет нет а денис супер-пупер просто профессионал своего дела и он все конечно же контролирует мол что вот если он едет то это какие-то сельские дороги где нет такого движения и конечно же не в час пик и в общем все он всегда контролирует но кто бы сомневался далее далее лису стали заваливать комплиментами по поводу того как лиса прекрасно выглядит без макияжа я только хотела вставить свои 5 копеек но тут лиса сказала так ведь ладно ну чё там грит без макияжа у меня говорит и хайлайтер и румяна и говорит у меня еще говорит и тени да и захотела я добавить у тебя еще и реснички у тебя еще собственно ну все на свете да и понятное дело еще и тоналка и реснички и все на свете ну в общем как-то да как-то да без без косметики без макияжа ну ребят могу сказать точно что знаете с бровками с ресничками уже с готовыми да а с наращенными ресничками выглядишь тебе даже ничего не надо губы блеском там или какой-нибудь там помадой да и все и на этом в принципе все далее далее лиса сказала о том что не прям настроение огонь она крит замечательно все так хорошо но и собственно ее стали спрашивать как долго она находится на просторах ютуба она рассказала о том что на ютубе она уже давным давно такой я бы сказала сторожил да не давно ведет канал а давно находится на ютубе с 2011 года кстати это вот знаете сейчас буду закидывать камень в огород обожателей лисы они мне как-то писали по поводу того что вот у тебя каналу уже шесть лет нет мой аккаунт на ютубе создан в восемнадцатом году я очень поздно пришла на ютуб да это было шесть лет тому назад а вести свои ролики и делать свои обзоры я начала только в 2020 году то есть четыре года как вообще работает мой канал когда я начала делать свои самые первые ролики самые первые обзоры ну и лиса начала вспоминать о том кого же она она говорит тогда было так мало блогеров тогда действительно было очень мало блогеров я этот момент не застала я говорю я очень поздно пришла на простору ютуба на прекрасно понимаю что те самые первые блогеры как адамян как флорида ялта да там еще там кто-то вот а им конечно было значительно проще нарабатывать аудиторию зрительскую да и так далее потому что тогда конечно не это дураку понятно что тогда не было такого ажиотажа и такой конкуренции среди влоговых блогеров вот лиса начала вспоминать кого же она первого смотрела говорит ой там смотрела флориду ялту а скажите а кто сейчас ее смотрит так хотела сказать но если бы ты хотела зайти и посмотреть ее да ты могла бы зайти ее и посмотреть потом она сказала что она смотрела брукман ну и в принципе там начала рассказывать да о том кого она там смотрела далее мне очень понравились слова когда сказали по поводу того что ну да действительно лиса подтвердила спокойная мать счастливые дети хочется сказать да действительно так она есть и хочется пожелать лисе чтобы она была действительно спокойная умиротворенная чтобы она вообще в принципе да понимала что у нее действительно такая большая ответственность в виде ее четверых детей это очень много и кстати ей там стали писать ей писали в основном все ее обожатели то есть там не было ни одного негативного комментария ребят в это я поверить не могу а ну по той простой причине потому что я сразу прекрасно понимаю что это скорее всего что там уже все были хейтеры заблочены это даже гадалки не ходи и одна написала ей ну дабы ей так скажем да вот знаете сделать приятное что мол ты знаешь если мне говорят в спину это значит я иду на шаг впереди а у меня вопрос на засыпку к этой женщине которая написала другой женщине лисе о том что если говорят в спину значит я иду на шаг впереди а если говорят в лицо это как не не подумали об этом да а ведь говорят то в лицо но так на самом деле ну а если по поводу того что говорят про лису да так вот во первых допустим я говорю об этом открыто свободном доступе да поскольку у нас имеется свобода слова точно так же как и у лисы а еще хочу сказать а если имеется ввиду вообще разговоры в контексте лисы так вот лиса вот единственный стрим наверное за последние может быть полтора года когда она не говорила про фанни фойда как раз таки был вчера так она всегда их упоминает на своих стримах то есть она получается тоже говорит про них да которые идут на несколько шагов вперед далее про то как они поддерживают в семье русский язык ну конечно понятное дело за это огромный плюс но в любом случае да опять же вот многие говорят вы такие молодцы вы поддерживаете русский язык в семье и так далее это понятно они вынуждены это делать потому что они сами то не знают английского языка толком они его не знают нет не его знают на каком-то уровне но это все равно не не такой прямо супер-пупер уровень да но в любом случае это конечно хорошо традиции потому что понятное дело они все выходцы да из постсоветского пространства они все говорят сами да и муж и жена на русском языке это конечно абсолютно нормально чтобы дети тоже знали русский язык далее задавали вопрос вы на фамилии мужа лиса сказала нет я на своей фамилии кстати этой информации не знала но это личная дело каждого да и писали по поводу того что какая же она красивая какие же у нее не хорошие там хорошая хорошая семья как у нее все замечательно лиса надо да тоже в ответ писала комплимент вернее озвучивала и говорила боже там я посмотрела там таких-то таких-то блогеров какой красноярск красивый какая казань красивая какой вот все красивые так далее то есть на эти стрим такой был достаточно позитивный я говорю вот глядя вот если бы я пришла первый раз вот абсолютно первый раз на ее вот этот вот стрим вчерашний я бы сказала боже приятный блогер приятная девушка женщина молодая да очень приятная очень симпатичная такая знаете вся на позитиве сидит улыбается и так далее но опять же все свои вот эти эпитеты я конечно попридержу при себе потому что я прекрасно понимаю что не пройдет дня или двух дней или возможно пройдет три дня и потом лиса опять выскочит друзья мои да выскочит и как начнет чесать по поводу того что все вокруг просто знаете молчат а она вот как расскажет когда-нибудь какую-нибудь правдоматку какую-нибудь тайну что всем будет просто не сдобровать но и будет опять в своем репертуаре но потому что это лиса это тот человек который знаете есть категория людей вот есть такие люди вот знаете вот просто они не могут жить спокойно им надо постоянно находиться в каком-то знаете на каком-то драйве в каком-то движении знаете вот словно на какой-то пороховой бочке они не ценят вот это вот спокойствие да вот есть такие хорошие слова когда говорят вот очень важно спокойствие вот ценить вот это то что есть у тебя на самом деле ведь по идее ей что ценить у нее есть семья у нее есть муж у нее есть дети у нее есть какая-то стабильность опять же как бы она там не жаловалась на жизнь в америке да но у нее это есть и нет бы вот это все ценить и вести себя достаточно достойным образом особенно учитывая все таки ее уже такой знаете возраст который предполагает все-таки какую-то женскую мудрость какой-то женский ум да и она могла бы между прочим уже вот обратите внимание даже канал 111 тысяч вот я как начала на нее делать свои обзоры у нее так и было 111 тысяч и собственно у нее точно так же вся эта вот цифра и висит по большому счету да то есть если бы она вела себя по-другому она бы могла идти вперед и очень достаточно не маленькими шагами но своих зрителей до многих зрителей она как раз таки от себя отворачивает своим ужасным порой поведением и то что было позавчера я думаю многие зрители этого вообще не забудут наверное никогда ребят вот такой у меня получился обзор продолжение следует пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всем пока пока